Машина для нарезки таких продуктов, как картофель, яблоко, кабачок и другие продукты для нарезания дольками или же для нарезания, например, моркови брусочками, палочками. То есть если в случае с морковью устанавливается нож, это сито под квадратик, таким образом морковь изначально нарезается на сегменты, сегменты укладываются в лоток и проходя через нож у нас получаются четкие палочки. Если в случае с дольками устанавливается нож, в данном случае это у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь долек. Вот нож на шесть долек, это более крупная нарезка. Нож устанавливается на двух винтах, он подвижный, соответственно, если продукт, в зависимости от формы продукта, в данном случае, центруем по данному калибру. Калибр, если будет меньше, нож можно опустить. Если продукт больше, например, я не знаю, тыква, тогда, соответственно, нож поднимается на вот этих регулируемых винтах. Здесь еще также устанавливается поддончик для сбрасывания. В случае, когда мы опустили нож, поддончик не закрепляется. То есть тут нужно, грубо говоря, тару ставить максимально близко к ножу. Значит, у машины есть два режима работы. Первый режим работы это более такой ручной, когда мы включаем, приводим в действие поршень и у нас происходит однократное движение. То есть поршень доходит до ножа, возвращается и останавливается. В случае, если мы переключаем режим в другое положение, то поршень будет двигаться непрерывно, без участия оператора. Нужно будет только закладывать продукт. Также есть кнопочка аварийной остановки. В данном случае данная кнопка нужна только для управления таким одиночным циклом. Соответственно, нажимаем, поршень доходит до ножа, отодвигается, останавливается. Вкладываем продукт, нажимаем и так далее. Сейчас все продемонстрируем. Значит, сам лоток для продукта у нас имеет максимальное значение по продукту 350 миллиметров. Ширина 150 миллиметров. Это максимальный продукт, который сюда может быть уложен. Также у нас есть частотный преобразователь, которым мы можем регулировать скорость движения самого поршня. Ну и таким образом увеличивать или уменьшать производительность. Сейчас в холостом режиме запускаем машину. Поршень доходит до ножа. Так, почему не до конца? Все, до конца. Смазали салазки, соответственно. Вот частотным преобразователем наглядно мы можем уменьшить скорость. И в этом случае не до конца. Следующий продукт будет поддавливать продукт, который еще не вышел. Например, продукты, которые содержат много сока, мягкие, возможно, их будет правильнее нарезать более плавным. Так, останавливаем, переводим в одиночный режим. Укладываем продукт. Ну и сейчас попробуем это сделать. Если у вас выкладывает два продукта, продукт может сойти и прорезаться некачественно. Вот такая получается четкая долька. Значит, при максимальных оборотах, скажем, при максимальной скорости движения поршня, у нас получается... Да, секундномер, пожалуйста. Следующая производительность. Переводим в автоматический режим. Значит, засекаем. Раз. Три такта за 10 секунд. Три такта за 10 секунд. Соответственно, получается... Значит, что у нас в минуту... 18 тактов в минуту. Так, телефон убираем. Три такт. С่ак. яблоко и вот кладем два яблока смотрим что получается так теперь второй метод это когда мы укладываем продукты на всю длину получаем вот такую историю так не получится морковь морковь соответственно если бы кабачок был нарезан на три сегмента сегменты были бы вот такие то же самое будет с кубиком сипушер 150 машина на 220 вольт вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok